Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранко. Это ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Сегодня мы вновь с вами работаем в прямом эфире. Я благодарен всем, кто писал и в моем блоге, и на сайте finam.fm слова поддержки. Проблемы разрешаются, хотя, знаете, весьма и весьма не очень, скажем так, в благодатном варианте. Но, тем не менее, работать надо, возвращаться в эфир необходимо. И я сегодня решил все-таки провести и обсудить ту тему, которую заявляли еще в конце минувшей недели. Стоит ли либералам, демократам бояться национализма? Обсудить эту крайне важную, как мне представляется, тему. Я буквально через минуту представлю вам своих гостей. Но в самом начале, напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. И наш сайт в интернете finam.fm. Соответственно, для ваших звонков и для ваших писем, вопросов, комментарий, мнений. Мне крайне важно услышать и ваше мнение. Стоит ли действительно политикам, которые себя позиционируют как либеральные политики, политики, которые считают, что демократия это неотъемлемая и естественная составляющая часть российской жизни, все-таки смотреть действительно в сторону национализма, в сторону патриотов, патриотизма. И вот здесь, сами понимаете, мы можем, что называется, попасть в очень такую сложную ситуацию, когда с точки зрения политологии начнут разбирать, что такое национализм, что такое патриотизм и так далее, и так далее. А тут же добавятся и те, кто будут обсуждать, кто такие демократы, кто такие либералы и вообще кто вы. Это часто употребляемый вопрос в нашей нынешней российской действительности. Но тем не менее, высказывайтесь, звоните, пишите, крайне важно понять ваше мнение. На сайте финам.фм идет и прямая веб-трансляция. То есть те, кто смотрит и нас, тот уже видит и моих гостей. Это политик Иван Стариков. Добрый вечер. Рад видеть. Добрый вечер. И Александр Гнездилов, зампредседателя московского отделения партии «Яблоко». Александр, рад вас видеть. Добрый вечер. Спасибо, господа, что согласились прийти. Работать мы будем до 20 часов в таком режиме нон-стопа, поэтому еще раз подчеркну для вас, уважаемые господа, слушатели. Значит, если есть что сказать, я думаю, многим из вас есть что сказать, пишите, звоните, высказывайтесь. Ну вот сегодня, кстати, в определенной степени некую актуализацию о теме нашего разговора приобрела встреча Алексея Навального с протеереем Всеволодом Чаплиным. Одним из, в общем-то, руководителей московской патриархии. Я знаю отца Всеволода так же лично, как и Алексея Навального знаю лично. И вот буквально перед эфиром посмотрел, что пишут в Рунете. Ну, там все едины во мнении. Навальный сделал выбор между либералами и националистами в пользу националистов. И вот эта встреча, как описывается, после которой была постная трапеза, значит, вот обсуждение нынешних российских реалий. И почему-то в Рунете такие делаются скоропалительные выводы. Александр, давайте с вас начнем. Насколько я понимаю, вы достаточно, я так мягко скажу, настороженно относитесь к тем политикам, которые используют в своей риторике некую интеграцию националистических взглядов политических и либеральных взглядов. Я хочу понять вашу позицию. В чем опасность? И есть ли таковая на самом деле? Наша позиция заключается в следующем. Но совместить, интегрировать в рамках единого, непротиворечивого идеологического пакета националистические и либеральные взгляды невозможно. 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 Так. Потому что либеральные взгляды, они исходят прежде всего из того, что каждый человек является личностью. И это более важно, чем то, что он принадлежит к той или иной национальности. И именно из этого принципа уважение к личности каждого человека должно исходить государство, выстраивая свою политику. Закон должен быть одинаков для всех. Суды должны быть справедливыми для людей, независимо от того, что, допустим, судья может быть одной национальности с подсудимым. Националисты — это люди, которые постоянно пытаются примешивать этнический фактор в политику. И это кардинальная смена той парадигмы, о которой сегодня говорит либеральная оппозиция. Это кардинальная смена тех тезисов, которые обсуждались, например, на Болотной площади и на проспекте Сахарова. Потому что здесь речь тогда идет уже о защите одного народа от другого народа. Не будем сейчас обсуждать даже мифический характер того, что у нас якобы какой-то народ является один угнетаемый, а все остальные неугнетаемые, даже, видимо, угнетающие, я так понимаю. Проблема же совершенно не в этом. Проблема в том, что власть сегодня не действует в интересах ни одного народа в Российской Федерации. И сегодня никто не чувствует себя в безопасности, никто не может быть уверен, что суд по отношению к нему будет справедлив. И все другие попытки деления общества, сталкивания постоянно богатых и бедных, людей одной национальности с людьми другой национальности, они в конечном счете играют только на руку этой власти. И в конечном счете они только консервируют тот режим, с которым мы, яблоко и демократическая либеральная оппозиция в целом пытаемся бороться. — Это Александр Гнездилов. Я сегодня, уважаемые слушатели, постараюсь максимально молчать и максимально слушать позиции моих гостей здесь, в московской студии «Финам.фм». И ваше мнение 651099.6 и финам.фм «Средства коммуникации» стоит ли либералам и демократам, еще раз подчеркну, не либерал-демократам, в разливе Владимира Вольфовича, а либералам и демократам бояться национализма. Иван, давайте ваш взгляд. — Спасибо, спасибо. Юра, во-первых, хочу поздравить Александра. Сегодня, в общем, исторический день, крайне важный этап. Григорий Явлинский сегодня сдал 2 миллиона подписей, и я надеюсь, что он будет зарегистрирован. — Спасибо. — Кандидатам в президенты. И, в общем, это первое. Второе, я хочу поздравить Юра Алексеевича Пронько, потому что скоро год, и почему не висит мемориальная доска, именно 21 февраля 2011 года, в этой студии было положено начало крушения партии «Единая Россия», когда Алексей Навальный назвал эту партию, партии жуликов и воров, в дискуссии с Евгением Федоровым. Это вообще исторический день, и с того все и началось, поэтому история еще, в общем, оценит по достоинству. Теперь по суде. Саша, можно так вот, Иван, Саша, первое, я считаю, что культура спора это всегда культура дефиниции, согласен, наверное, определений. Вот давай мы все-таки с тобой оттолкнемся от определения, что же такое нация. Вот. И, в общем, нация — это большая группа людей, объединенная общественность территории, экономика языка. Еще иногда добавляют культуры и истории. Хотя язык, он, в общем, себя никаким образом впитывает и культуру, и историю. А если ты согласен с этим определением, то мы тогда, соответственно, продолжим нашу дискуссию. Если ты с этим не согласен, я готов дискутировать, но тогда я бы хотел услышать твое определение нации. Ну, дайте, Александр, отвечайте. Да. Господин Стариков, вы, к сожалению, пытаетесь ввести нас в теоретическую плоскость, потому что, с одной стороны, существует такое определение, как нация, нация и понятие национальной гордости, например, которое, как правило, относится к стране. Но когда мы обсуждаем вопрос о национализме практически в том виде, в котором он существует сегодня в России, мы должны понимать, что он никакого отношения к этому понятию нации не имеет. Речь идет об этническом национализме. И когда на митинге против фальсификации выборов в Санкт-Петербурге Виктора Шендеровича оскорбляли из толпы националисты, они его оскорбляли именно по этническому признаку. И если вы не считаете это проблемой, если вы не считаете, что национализм у нас, к сожалению, а достаточно зайти в интернет, чтобы в этом убедиться, имеет зачастую именно такую этническую окраску, то это действительно такой другой поворот разговора. Он уходит, уводит нас в чисто теоретическую плоскость. Я предлагаю все-таки о практике, конечно. А у нас национализм имеет реальное практическое преломление, нет, давай тогда я все-таки, поскольку у нас, если продолжать наш ученый спор, а я думаю, что мы его продолжим, в том числе и в практической плоскости, я не отказываюсь от этого. Согласитесь, ну вы меня помоложе, но с Григорий Алексеевичем Явлинским мы давно неплохо знаем друг друга. Вот, как и очень многих людей, моих и ваших знакомых, нас все-таки объединяет некая, мы большая группа людей, которых объединяет единая территория, язык и культура. Вы с этим, наверное, согласитесь? В этом смысле мы попадаем под определение единой нации. Проблема заключается в том, что эту единую нацию постоянно пытаются раскалывать. И когда, например, уважаемый Алексей Навальный проводил в своем ЖЖ опрос, хотите ли вы отделение Кавказа от России, то 75% многочисленной аудитории его ЖЖ высказывалось за отделение Кавказа от территории России. А любая попытка сказать о том, что, ну, Кавказцы бывают разные, давайте, может быть, мы не будем так огульно к этому подходить, может быть, мы поговорим о том, что Кавказ такой, какой он есть, после того, как в 90-е на него было сброшено немало бомб, а в 2000-е Кремль там поддерживает, по сути, бандитские режимы. Нет, этот поворот разговора никого не устраивает и там не обсуждается. И он вызывает тотальное неприятие. Поэтому я согласен с вами, что мы должны быть единой нацией. Но есть целый ряд людей, которые с этим категорически не согласны. И которые видят свою функцию, в том числе на митингах против фальсификации выборов, чтобы нас с вами, считающих таким образом, и наших представителей, у микрофона на митингах не было. Чтобы все протестные настроения в России были оседланы теми, кто выступает только в интересах своей узкой группы. Причем, замечу, что ни один народ националистам право на свое представительство не давал. Я, например, как русский человек, не давал право русским националистам представлять себя. Это Александр Гнездилов, Иван Стариков. Саша, давай вот, ты же вот в самом начале выдвинул ряд совершенно важных тезисов, под которыми я немедленно подпишусь. Что одна из главных проблем в России на сегодняшний день это такая квантовая судебная система, точнее, ее отсутствие. То есть, разрушение государственных институтов современных, присущих современному государству, как бы является главной причиной и отсутствие понимания, такого понимания, как справедливость по отношению к одной или другой группе. Я с этим согласился. Но сейчас, ты как в известном споре Воланда с Эммануилом Кантом привел пять доказательств, как известно, от того, что Иисуса Христа не было. И сейчас, у вас тут же сказал шестое, опровергающее предыдущее пять. Ты сам только что сказал, что самая главная проблема на самом деле, почему подавляющее большинство в интернете граждан выскорились за отделение Кавказа, а это наши с тобой граждане, мы с тобой договорились, что мы единая нация. Вот. Как раз в отсутствии справедливости. Потому что бюджетная обеспеченность, я сейчас закончу, бюджетная обеспеченность сегодня прекрасна, Григорий Алексеевич, это может подтвердить, скажем, жители Чечни, на жители Чечни с федеральным бюджетом примерно в 30 раз больше денег приходится, чем на жителей Рязани. И это повод для вот разбора этнической принадлежности? Нет. Это повод как раз определить, на основании чего группа людей, проживающие на одной территории, вот, имеет преимущество перед группой людей, проживающие на другой территории. Это одна часть. Вторая. Я не соглашусь. Я был на митинге и на Чистых прудах, и на Болотной, и на Сахарова. Там и там, кроме, значит, Чистых прудов, выступал Григорий Алексеевич Явлинский. Примерно выступило 35-40 человек, и там, и там. И националисты, это выступили три. Крылов, Тор, и Ермолаев. Как раз это примерно 10%, от 90% выступали, в том числе и либералы. В том числе и Григорий Алексеевич на одной трибуне стоял несколько часов вместе с господином Тором, Владимиром Тором, и Константином Крыловым. Это означает то, что, наверное, нужно начинать диалог для того, чтобы страну не разнесло, а подуподобляться страусу и говорить, что на прямой вопрос, существует ли в России русский вопрос? Нет, не существует. Немедленный, судорожный, торопливый ответ либералов. Я сам себя отношу к либералу. И бац, голову в песок. А там уже нет песка, там уже забетонированный пол. Поэтому нам сейчас необходимо садиться напротив друг друга и формировать, если хочешь, новые принципы существования в общежитии под названием Российской Федерации. Я в недавней статье «Пожалейте страусов» здесь бетонный пол написал. Для начала договоримся о чем? Чеченцы не танцуют лизгинг напротив Храма Христа Спасителя. Взамен русские десантники не купаются в фонтанах в день десантника напротив мечети в Грозном. Для начала хотя бы так. Вот по таким примерно молочам. И никаких исключений. Ни Кадырову, ни Тору. Никаких. А вот это зависит то, с чего ты начал. Есть в стране судебная система эффективное государство? Политическое в том числе. Или нет? Ее нет. Поэтому с моей точки зрения главная причина сейчас нарастания националистических настроений это не то, что одни люди пытаются по длине носа или по форме черепа определить превосходство других. Причина роста национализма, который может разнести страну, является как раз уродливая, дефективная модель управляемой суверенной демократией, построенная особенно за последние 12 лет. И рост национализма, если ты там, думаю, согласишься, как раз начался примерно с 2001-2002 года в тех форумах, которые были. Иван Стариков, Александр Гнездилов. Ну, я с какой-то частью тезисов моего уважаемого оппонента соглашусь, с какой-то поспорю. Когда речь идет о праве отдельного человека танцевать лизгинку на площади в стране, где он живет, или о праве человека выкупаться в фонтане в стране, в которой он живет, то я считаю, что это право очень важное. И право этого отдельного человека значительно важнее, чем то, что кому-то это не нравится. И в этом смысле я считаю, что вступая на путь умиротворения националистов, мой уважаемый оппонент как раз уже сошел с либеральных позиций и решил, что мы будем указывать, кому где танцевать и кому где купаться. Я хотел бы, чтобы мне никто этого не указывал, и я не беру на себя право указывать другим. В рамках уголовного и административного законодательства все, что не запрещено, все разрешено. Следующее. Что касается того, чтобы сесть за стол и поговорить друг с другом. Собственно говоря, мы все вместе были как раз на этих митингах, и там была прекрасная атмосфера, если не считать одной отдельно взятой группой людей, очень небольшой. И по данным Левада и по данным ВЦИОМа несколько процентов людей были националистами на этих площадях. Все остальные придерживались там либеральных, демократических, левых взглядов, коммунистических, социал-демократических, зеленых и так далее. И это было совершенно не случайно. Вся эта политика умиротворения агрессора, она захлебнулась. Точно так же, как она привела ни к чему в Мюнхене, страны Англии и Франции в 1938 году, людей выпустили на трибуну, а когда выходили ораторы, которые им не нравятся, люди радостно доставали свистки и начинали освистывать. Вот я специально принес распечатки из интернета, из блогов, националистических, чтобы никаких иллюзий на тему того, что мы вот сядем, поговорим, и все будет хорошо, не получится. Вот пишет один человек, Евгений Валяев, освистывание выступающих стало одной из основных форм выражения мнения на акции. Националисты поддерживают общегражданский протест, но выбор спитеров требует тотального переосмысления. Хватит выпускать на сцену крыс. Вы хотите разговаривать с людьми, которые считают вас крысами? Я нет. Другая запись. Я замерз, сорвал горло, но мы отжали митинг у либерастов, и это того стоило. А этот стат, я почерпал для слушателей. Если они не хотят с нами считаться, это не страшно для нас. Страшно должно быть им. Это, простите, Александр, еще раз выдержки из... Это выдержки из блогов. Это можно найти. Я могу вам это дать, вы проверите и убедитесь, что я не вру. Вот у меня это лежит. Нет, я доверяю гостям. Это все можно будет по Яндекс.Блогам. Очень просто проверить. Вот и все. Вот и все разговоры о том, что не надо быть в позиции страуса. И все, которые себя позиционируют как националисты, они не воспринимают либералов и демократов как неких союзников или людей, с которыми можно вести диалог, о чем говорил Иван Сталин. Хуже того, я боюсь, что эти люди даже ситуативно приходят на площадь не для того, чтобы добиться тех целей, которые хотят добиться другие митингующие. Потому что именно вот это освистывание всех выступающих небольшой группой, собравшись недалеко от сцены, дало возможность потом единороссам писать, вот смотрите, митингующие освистывают ораторов собственного митинга. Никто из оппозиционеров не пользуется никакой поддержкой даже у тех людей, которые вышли на улицу. То есть националисты подставляют все это общее, единое гражданское митинговое движение, которое направлено на честные выборы ради своих шкурных политических интересов. Вот в чем заключается проблема. Иван, я, господа, мы с вами договорились. Я сегодня буду практически молчать. Мне, правда, и тяжело говорить, да, и тем более здесь у нас очень интересный диалог. Это был Александр Гнездилов и Иван Стариков. Я буду пояснять, кто говорит. Дорогой мой, ну давай... Мне нравится этот подход, Саша. Давай, давай мы вот... Умиротворяющий подход. Мы с тобой все-таки очень прошу быть последовательным, дорогой мой. Вот смотри, ты сам вначале сказал, что абсолютный примат свободы личности и ценности личности является главным отличием либерализма. Я же не возразил, я с этим согласился. Но вместе с тем свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому говорить о том, что захочет человек купаться в фонтане около мечети, да ради бога, пусть купается. Ровным счетом можно так же говорить. Ну и на кладбище можно рок-концерт устроить. А что здесь такое? Это свобода. У нас проходят рок-концерты на Красной площади, где по сути кладбище. Да, я с тобой согласен. Поэтому моя задача, и я считаю, что нужно там закрыть по крайней мере кладбище, либо запретить рок-концерты. Так вот вопрос в чем? Чисто с технической точки зрения. Ну да, несколько сумасшедших написали в интернете какие-то гадости. И мы сейчас, я тоже тебе массу других с другой стороны могу привести примеры. Вот. Давай мы с тобой все-таки определимся. Ты говоришь, что, ну что вот с ними делать? Если ты ратуешь за абсолютную свободу, вот как ты их не пустишь на марш 4 февраля? Вот как ты технически не пустишь людей на марш? Я не собираюсь никого никуда не пускать. Ну так ты же мне сейчас сказал, они свистели, что позволила Единая Россия говорить, что собственно хораторов освистуют. Это же не значит, что их не нужно пускать на марш. Это значит только одну вещь, что рассматривать их в качестве своих потенциальных союзников, пусть даже тактических, это глупость просто. Вот и все. Вот все, что это значит. А если не хотят приходить на марш, пусть приходят. Я сейчас, в данном случае сейчас, мы же ведь обсуждаем не вопрос, а мы, есть вопрос, связанный с обострением национальных отношений в стране или нет. Я говорю, что они есть и они очевидны, что не было манежки, не было согры, не было кондопоги. Ты мне говоришь, ничего этого не было. Я говорю, что это было. Я этого не говорю, не надо передеркивать. Тогда, извини меня, если мы от этого отмахиваемся, то мы безответственные люди, никакие не политики. Это первое. Второе, ты меня извини, дорогой мой, но не прошел еще и год, когда был признан провал политики мультикультурализма. Про это и Меркель сказала, и Саркози. Вот, и мы недавно с тобой видели то, что происходило, значит, во Франции, костры из автомобилей, то, что происходило в Лондоне. Мы что, хотим такого же развития событий у себя, или мы этого не замечаем? Я 1 сентября повел своего сына в первый класс. А перед этим дочь ходила, смотрел. Не было девочек в хиджабах. И девочки в хиджабах появились на школьной линейке 1 сентября. Их пока примерно 50 человек в общей линейке я насчитал. Но в прошлом году их было две. Мы это видим или не видим? Мы понимаем, что необходимо будет в ближайшее время садиться и договариваться вырабатывать новое правило жизни в этом общежитии. Или нет? То есть, Иван, на ваш взгляд, эти вопросы уже перезрели. Конечно. Это уже факт жизни. Это факт жизни. И последнее, что я тебе хочу сказать, это рассказ моего деда. Национализм это всегда и вообще национальный вопрос это всегда пересушенный порох политики. Всегда. Я это понимаю и пытаюсь донести это до моих коллег. Мне говорят, нет, это сырые дрова. Так вот, мой дедушка рассказывал, во время войны они приноровились разжигать костры под дождем. Брали три нитрового толвола, если видел, это как хозяйственное мыло, кусок. Настройгивали за рубками, бросали на сырые дрова, поджигали и даже сырые дрова быстро воспламенялись. Однажды они сырые дрова в домике на бивак расположились. Группа разведчиков. Точно так же разожгли и кто-то вышел и сильно хлопнул дверью из-за сквозняка. Очнулись на улице ни печки, ни домика, ни дров. Так вот, понимаешь, вот этот самый хлопок дверью на самом деле, это вот тот самый забвение тех проблем, которые нарастают. И думать, что на самом деле это сырые дрова. А я говорю, что это пересушенный порох. И обращаться с ним нужно очень тщательно и осторожно и не отмахиваться от этой нарастающей от нас проблемы. Второе. Распались большие огромные империи. Британская империя, Франция. Но извини, от митрополия их колонии были очень удалены. А у нас так уж получилась Великая империя. Она сосредоточена на одной территории с огромным количеством наций, народности, вероисповедания и так далее сегодня. Поэтому нам тщательнее надо подходить. Гораздо тщательнее, чем подходили к этому вопросу в европейских столицах и столкнулись с теми проблемами. Я же не противник толерантности и мультикультурализма. Но нам, наверное, искать необходимо свой и формировать свой свод отношений между людьми, проживающими в разных территориях, исповедующих разную культуру, разные версии поведания и, наконец, имеющие разные взгляды на жизнь. Иначе мы в итоге появится какая-то группа и тут я согласен с тобой, которая оседлает этого вепря. Но никто до пункта назначения на вепре национализма не доехал. Ни Гамсахорди из последних, ни Милошевич, чуть раньше не Гитлер. Вот это нужно понимать. Иван Стариков, Александр Гнездилов. Ну что же, мой оппонент сказал достаточно много того, с чем я могу и согласиться, и поспорить. Я бы хотел остановиться на нескольких вещах. Безусловно, проблемы назрели и перезрели. И Костров из автомобилей никто не хочет. Но только есть два способа с этими проблемами взаимодействовать. Можно решать эти проблемы и можно спекулировать на них, разжигая межнациональную рознь. Не случайно, постоянно мы слышим от националистов только одно. Отмените 282 статью, отмените 282 статью. Сейчас они используют прикрытие, что эта статья используется для политических репрессий. Но у нас очень разные статьи используются для политических репрессий. Она даже называется русская статья, да? Вот в обиходе. У нас люди сидят... Она не только русская, по 282 статье возбуждались уголовные дела против блогеров, заявлялась, что, дескать, когда они обижают там представителей власти или милиционеров, то они оскорбляют социальную группу. У нас сегодня весь уголовный кодекс может быть использован для политических репрессий. Но это не значит, что весь уголовный кодекс нуждается в отмене. Что касается решения проблем. Почему люди чувствуют себя в первую очередь принадлежащими к тому или иному этносу, а не гражданами страны? Почему они так разделены? Почему они так разорваны? Почему сейчас люди начинают приходить в хиджабах? Почему на первый план выходят религиозные, этнокультурные особенности? Потому что люди не чувствуют себя гражданами страны. Потому что у людей нет общего образовательного пространства, культурного пространства. Но вместо того, чтобы обсудить вопрос, как улучшить преподавание в школах, националисты, когда они были на одном из круглых столов яблоки, предпочли обсуждать вопрос, почему в одном из классов в московских школах могут быть два русских ребенка и десять нерусских. Вот их это волнует, а то, как изменить качество образования, чтобы дети были вместе, это их не волнует. Я не слышал со стороны националистов протестов по поводу того, что вот эта система, когда одни выбирают основы православной культуры, другие основы ислама, третьи буддизма, это как раз и есть основа для вот таких столкновений, потому что детей делят, разделяют по классам, и вместо того, чтобы изучать общую историю, общую культуру, общую литературу, общий государственный язык, вместо этого мы начинаем делиться и изучать разные традиции и выходим из школы разными людьми. Я не слышал об этом. Если речь идет о культурном национализме, уважении к великой культуре, русской культуре, то я ни разу не видел, когда участвовал в акциях по защите культурного наследия в Москве, например, Новоспасского монастыря, которому сейчас из-за незаконной строки угрожало обрушение тем летом, я ни разу не видел на этих акциях, там были разные партии и политические, и общественные движения, кто-то приходил попиариться, кто-то пытался реально решить проблему, но националисты никогда не участвовали сносом домов даже на Невском проспекте при Матвиенко, и сейчас это происходит периодически, когда памятникам наследия угрожает опасность. Националистические движения не занимаются сохранением национальной русской культуры. В этом смысле, да, я готов согласиться, что концепция мультикультурализма, которая, кстати, как раз была основана на том, что разные диаспоры, разные народы в рамках одной страны могут жить в рамках своих культур, она провалилась. Так невозможно, так не получится. Нам нужно единое, общее для всех государство с общими правилами игры, с общей образовательной политикой, с, безусловно, поддержкой национальных культур и при этом с плавлением всего этого в общую, единую российскую культуру, которая только приобретает и выигрывает за счет этого. Когда мы говорим о том, что происходит на Кавказе, да, на Кавказе происходят жуткие вещи, но почему на Кавказе есть большие проблемы, например, с молодежью? Посмотрите на уровень безработицы, посмотрите на уровень обеспечения школ. Сколько школ в разных регионах оборудованы всем новейшим оборудованием? Для Тюменской области этот показатель составляет, например, 80%, а для Дагестана 2%. Ну что ж, мы удивляемся тому, что дагестанская молодежь чем-то нам не нравится. И это не только в Дагестане. Выйдите на улицы любого города, посмотрите, независимо от национальности, сколько у нас так называемых юных гопников около метро. Потому что людям некуда пойти, нечем заняться, они получили плохое образование. У нас идет одичание нации. Но националисты не обсуждают эти проблемы. Они не являются субъектом этого обсуждения. Поэтому эти проблемы нужно решать, но решать эти проблемы может только та политическая сила, которая будет стоять на принципах интернационализма, говоря привычным нам советским языком. А если использовать европейскую лексику, то интеркультурализма, который идет сейчас на смену действительно не оправдавшейся концепции мультикульти. Иван, скажите, пожалуйста, вот все-таки по вашему мнению человек, который считает себя либералом или придерживается либеральных принципов, он может быть националистом? Вот я хочу услышать ответ именно на этот вопрос. Потому что, Александр, я понял, нет, да? Вы в самом начале сказали нет. Это невозможно. Вот все и обозначили свои принципы. На ваш взгляд? В таком утилитарном понятии или примитивном, который пытаемся мы сегодня представить национализм, то, конечно, не может. Конечно, не может. Вместе с тем, я бы вот отталкиваюсь от последнего тезиса уважаемого Александра, он сказал про интеркультурализм. Интеркультурализм и интернационализм, они в какой степени сопрягаются, это синонимы, антонимы. Интернационализм это частный пример интеркультурализма. Интеркультурализм говорит о том, что необходимо стремиться к тому, чтобы государство было общим домом для представителей всех культур и чтобы там были общие правила игры. Чтобы не было так, что одним людям это можно, а другим людям это нельзя. И чтобы не было так, как об этом, кстати, говорите вы, когда вы уже предлагаете решать, мешает кому-то купание в фонтанах или не мешает. По таким предлогам, кстати, у нас и запрещаются публичные акции в Москве. Почему 31-го не разрешали? Понимаете, там дачники через Триумфальную ехали. И дело ведь совсем не в том, ехали на самом деле там дачники или ребенка везли в больницу, как сказал Путин Шевчуку, 31-го числа. А дело просто в том, что это предлог. И если мы будем в принципе исходить из такой логики, то у нас никогда нормального, настоящего, либерального государства, которое уважает свободу своих граждан, не будет. Дорогой мой, давай так, все-таки политика мультикультурализма провалилась по той самой простой причине, что приехавшие из бывших колоний во Францию из арабских стран, вот, соответственно, из бывшей Ост-Индской империи в Британию, турки в Германию, в конечном итоге они в значительной степени стали свои привычки национальные в том числе, привычки свои религиозные, они стали их в общем осуществлять обряды религиозные, ходить в тех же хиджабах, в общем, стали считать, что они имеют на это полное право. И это привело к серьезным проблемам, которые мы с тобой наблюдаем. Когда ты говоришь, что разрешено все всем людям, независимо от того, хочешь в мини-юбке, ходи, пожалуйста, по Махачкале, я посмотрю, что с вами будет. Так это же плохо, то, что там что-то будет. Это же плохо, или вы считаете, это нормально? Да нет, поймите, дорогой вы мой, если мы пойдем по этому пути, что разрешено, все, что разрешено, и нигде нет никаких ограничений, то мы очень быстро с вами дойдем до... У нас существует огромное количество разнообразных ограничений. Нет, то мы с вами дойдем до, в общем, я не побоюсь от этого слова, Третьей мировой войны. Третьей мировой войны в полном смысле этого слова еще Киплин сказал, Восток есть Восток, Запад есть Запад, и никогда им не сойтись. Это одна часть проблемы. Вторая, все-таки возвращаясь к интернационализму. Вы понимаете, в чем проблема? Когда интернационализм, это когда вы начинаете что-то заимствовать у другой нации. Ну вот, допустим, вы же приходите в Якиторию, заказываете себе тофу, а принцип такой, жаришь тофу в пейсаке, водка уже там как-то не катит, и вы как-то так незаметно привыкаете к тем привычкам, которые у вас здесь не были. Так, и... Вопрос в скорости привыкания. Есть ли скорость привыкания вот этих привычек, потому что заимствовав что-то, вы сами меняетесь скорости привыкания, и когда скорость трансформации становится очень быстрой, с которой не может смириться большинство местного населения, то возникают проблемы, которые называются национализмом, как инстинкт самосохранения людей, проживающих на данной территории. Вот и все. Поэтому моя-то задача написать правила движения и дорожные карты для того, чтобы мы синхронизировали вот этот сплав и проникновение друг в друга, чтобы одна часть расплава сильно не затекла и не началась процесса кристаллизации национальных конфликтов. А для этого нужно садиться и творить, творить, творить. Но для этого здесь я с вами согласен. Необходима абсолютно независимая судебная система, реальная политическая конкуренция. Мы помним с чего получилась манежка. Когда убили болельщика Спартака Свиридова приехали люди известной национальности, заплатили деньги и убийц отпустили. В нормальной стране могло ли бы быть где есть независимая система и невозможно купить полицейского? Тогда независимо то, что вы говорите независимо от национальной принадлежности. Русский это чеченец, дагестанец и так далее. Все равны перед законом. И поэтому часто мои уважаемые коллеги, в том числе и вы приводите в качестве примера очень такого прекрасного Соединенные Штаты Америки. Вы посмотрите, мы же с вами тоже прекрасно знаем, что если там два полицейских и хэппи-энд в фильме, то обязательно либо белый спасает черного полицейского, либо наоборот. И масса других вещей я касаю. Но на это было необходимо определенное время, но Билли о правах Соединенных Штатов Америки создал вот этот уникальный плавильный котел, в котором переплавлялись разные нации своими привычками и так далее. И в общем не было серьезных национальных проблем. Эти привычки и эти правила они формировались. Если бы тогда отцы-основатели Соединенных Штатов Америки не запустили этот механизм в основу положив вы согласитесь со мной либеральные принципы. Например, неприкосновенности священной частной собственности. Известно действительно как этому все шло и венцом стало избрание Обамы черного президента США. В Соединенных Штатах 10% афроамериканцев как их называют черного населения 90% белого тем не менее 90% белого избрали своим президентом. Хотя не стоит на самом деле идеализировать тамошнюю ситуацию там очень много проблем. Есть, есть. Проблема? Вот так я говорю мы идем по этому пути либо вы предлагаете какой-то другой путь. Мы идем по этому пути но мы должны понимать что националисты это как раз те кто не хочет чтобы мы шли по этому пути и они все время спекулируют на проблемах вместо того чтобы их решать. Вот конкретный пример вместо того чтобы устраивать побоище на Манежке было бы правильно добиваться реформы правоохранительной системы вместо того чтобы устроить побоище то есть самыми потому что в тот момент когда любой предложивший взятку полицейскому или следователю или прокурору за освобождение подозреваемого отправится в камеру к этому подозреваемому и тоже будет сидеть там же независимо от национальности вот в этот момент проблемы Манежки больше не будет. То есть это сугубо политическая проблема устройства государства. Это проблема создания нормальной демократии в России. и мы не можем как бы мы этого не хотели я готов разговаривать со всеми но если люди бесконечно подменяют это нет а есть русский вопрос нет русского вопроса есть глобальный вопрос не свободы в России не справедливости в России беззакония в России который относится ко всем есть русского вопроса нет на вашем отдельного можно поставить Александр Гнездилов Иван Стариков да давайте да есть русский вопрос в чем он заключается он как раз заключается в том что мы можем на некоторое время на некоторое время пытаться отмахиваться от тех проблем которые возникают по Северному Кавказу мы можем с тобой отмахиваться от вопиющей несправедливости в распределении бюджетных дотаций трансфертов и субсидий из федерального центра но это на самом деле не наш путь потому что это в общем попытка не замечать очевидных вещей вопрос просто в другом мы сможем этот порох который уже пересушенный который может взорвать нашу страну мы сможем этот порох купировать и вывести из его из нашего политического процесса либо мы и дальше будем давать этим людям которые я согласен абсолютно используя да это достаточно маргинальные группы в основном не побоюсь это слово это малообразованные люди с окраин лишенные как раз возможности социальных лифтов которые закупорены возможности получить достойную работу они ищут выход не просто своей энергии а выход вообще тупика жизненного в который они вошли в решении того что во всем виноваты и в поисках во всем виноваты какая-то кавказцы евреи или еще кто-то другой наша та общая задача доказать и вы же здесь со мной абсолютно согласны доказать что в основе всего лежит абсолютно дефективная модель государственного устройства России никоим образом не отвечающая требованиям времени и здесь мы с вами абсолютно но когда вы мне пытаетесь сказать что такого вопроса нет его не нужно обсуждать то извините дорогой мой оппонент и коллега мы к сожалению с вами можем упустить тот самый момент когда дверка хлопнет этот тринитролуол разнесет нашу страну а мы будем все говорить да дрова сырые а нет русского вопроса нет русского вопроса а в чем этот русский вопрос заключается вы не ответили на мой вопрос где в чем ущемлены права конкретно русского народа вы говорите о Кавказе что на него выделяется много денег но есть разные цифры я видел цифры которые опровергают то о чем вы говорите но дело даже не в этом вы можете мне назвать другой регион кроме например Чечни который подвергался бы авиационным бомбардировкам после этого очень трудно удивляться тому что туда вкладываются дополнительные деньги что касается Северного Кавказа еще раз да я согласен с вами что нужно сделать все для того чтобы люди не чувствовали себя ущемленными например было бы принципиально важно вернуть возможность и людям на Северном Кавказе и людям во всех регионах России избирать руководство своих регионов возьмите того же Кадырова даже еще Кадырова старшего Ахмат Хаджи как он побеждал на президентских выборах в Чечне когда эта президентская кампания начиналась там выдвинулся целый ряд кандидатов генерал Аслаханов бизнесмен Сойдулаев небезызвестный Руслан Хасбулатов Кадыров занимал четвертое место из пяти кандидатов четвертое но после этого Аслаханову дали пост советника президента Сойдулаев был вынужден уехать за границу Хасбулатов просто снял свою кандидатуру мы понимаем почему это произошло а если бы дали провести нормальные конкурентные выборы и такая традиция нарабатывалась бы то мы бы имели другую ситуацию на Кавказе если бы люди не бежали оттуда если бы люди понимали что общероссийское руководство заботится о них если бы на Кавказе не процветала бы та дикость из которой возникают и кадыровские отряды гвардейцев и боевики а мы делаем совершенно противоположные вещи Александр Генездилов Иван я хочу чтобы вы ответили все-таки на вопрос Александра по поводу русского вопроса как вы его понимаете русский вопрос и в чем он состоит я правильно понял да Александр я не понимаю в чем заключается специфический русский вопрос специфический русский вопрос на сегодняшний день заключается в том что значительная часть граждан России представляющие абсолютное большинство нашей Российской Федерации чувствуют себя несправедливо обделенными обиженными только русские вот чувствуют это значительно чувствуют безусловно и другие нации народности но русские которые составляют большинство чувствуют это наиболее остро почему и это тоже объективно это как раз причина о которой вы сейчас сказали о том что нет политической конкуренции либо эта политическая конкуренция подменяется манипуляциями когда одного уберут на другого возбудят уголовное дело и вы говорите не дали они же не дали а кто их заставит дать кто их заставит дать скажите если мы с вами будем отмахиваться от тех людей которые считают что ведь поймите русский народ простит все кроме несправедливости это вот имманентное присущее пожалуй только русскому человеку качество я к значке пример приду очень простой знаешь вот когда в 44 году стало понятно что в скором времени придется вести боевые действия на территории Германии то ставка верховного налогополвания генеральный штаб был серьезно озабочен знаете какой проблемой проблема немецких партизан почему уж если у нас раскулаченные униженные ограбленные деревни там же в основном что формирование сельских пережившие чудовищные сталинские репрессии террор тем не менее стали самоорганизовываться уходить и подрывать там эти поезда и уходить партизанские отряды то уж бюргер это гитлер был чудовищный преступник но у него было право частной собственности уж бюргер это все как один за свою землицу там не было никаких репресс ничего не отнимали вот я имею ввиду с точки зрения собственности вот все как один возьмут двухстволочки значит и рассредоточатся по полям и разработали целую доктрину борьбы с немецкими партизанами зашли на территорию Германии ни одного партизана не оказалась невостребованная доктрина борьбы с немецкими партизанами это есть особенность народа или нет или есть некая унисекс конструкция которая не отделяет одних от других есть она же тоже объектирована она и в истории на сегодняшний день четко прослеживается поэтому когда вы говорите есть ли русский вопрос я говорю да русский вопрос сегодня состоит в том и этим пользуются люди от которых вы в упор не хотите видеть либо не хотите высокомерно пренебрежительно с ними разговаривать этим пользуются люди понимая что значительная часть нашего населения нашей страны чувствуют себя обиженными в этой ситуации вы отказываете от диалога с ними я Алексей Навальный и другие нет с ними нужно начинать разговаривать потому что мы с вами в конце концов умнее образованнее энергичнее и дальновиднее это демагодия чистой воды все что вы сейчас сказали прежде всего не надо говорить о том что чувствует русский народ вам никто из 120 миллионов русских живущих в России кроме вас самого права на это не давал я же русский человек я не давал вам права говорить вы же либерал вы же либерал для меня несправедливость или любая другая это просто типическая попытка это типичная попытка демагодически оккупировать право говорить от имени самого большого народа в России я хочу сказать о том что вот лично я как русский человек хочу чтобы государство действовало в моих интересах точно так же как и в интересах моих соседей независимо от их национальности я хочу быть уверенным что суд будет справедлив ко мне я хочу быть уверенным что независимо ни от каких там традиций или еще чего-то никто не будет ограничивать мою свободу в рамках конституции я хочу быть уверен что налоги которые я плачу идут в казну российского государства а не в кассу кооператива озера вот в чем заключается реальная проблема а вместо этого мы начинаем постоянно обособлять одних людей и говорить вместо взаимоотношений человека с государством о взаимоотношениях людей одной национальности с тем с людьми другой национальности вы знаете чем это заканчивается как развалился Советский Союз кто первый сказал об обособлении РСФСР как русского образования в России в 89 году на съезде народных депутатов этот вопрос поднял замечательный писатель Валентин Распутин чем это все закончилось этот процесс обособления начался этим воспользовались те кто хотели чтобы Советского Союза не было вот результат мы разделились теперь нам говорят давайте еще Кавказ отделим замечательно более антипатриотической позиции я либерал представитель идеологии которую принято упорекать в отсутствие патриотизма честно говоря не знаю давайте обустраивать наше государство программа яблоко в этом смысле адресована всем гражданам России которые хотят и готовы жить по закону и честно и мы готовы обсуждать эту программу со всеми гражданами России которые хотят обустроить страну чтобы сделать так чтобы жить в России было бы удобно комфортно и чтобы человек чувствовал достойное отношение к своей личности независимо от национальности вместо этого нам постоянно предлагается говорить о том что одни люди ущемлены а вторые люди ущемлены меньше вместо этого нам предлагается постоянное которое националисты лоббируют и вы подхватили к сожалению у них тем самым перестав быть либералом всю эту терминологию постоянно говорить о русском народе и постоянно говорить давайте пусть он будет у нас государство образующий я говорю так что это значит То есть у других народов будет меньше прав? Нет, говорят мне, ни в коем случае, нет, все будет поровну, но только он будет государствообразующий. Кого вы в таком случае обманываете? Либо другие народы, у которых вы отберете какие-то права, либо русские, которым вы подбросите какой-то пустой фантик. Я предлагаю, давайте мы перестанем бесконечно говорить от имени народов, миллионов людей. Никто нам на это право не давал. Каждый человек личность, каждый человек имеет свой голос. И цель честные выборы, на которых этот человек голосует и получает парламент, который выражает его взгляды. Если националистические силы, сдерживаемые 282 статьей, не будут ее нарушать, и участвуя в парламентских выборах, получат представительство в парламенте, замечательно, мы продолжим нашу дискуссию там. Я буду этому очень рад. Если они не получат, или мы такого представительства, значит не получим. Но речь нужно вести именно об этом, о том, чтобы государство выражало интересы всех народов страны. А когда это государство, по сути, приватизировано, когда это такая маленькая корпорация, которая не дает нормальных денег ни на образование, ни на культуру, ни на здравоохранение, и от этого страдают все народы, и все погружаются понемножечку в дикость и тотальный распад, тотальную энтропию, то в этой ситуации переводить разговор на национальные проблемы, это повторять действия власти. В 1999 году Путин избирался под соусом войны в Течне и борьбы с терроризмом. В 2003 году он избирался под соусом борьбы с олигархами. Но все это было только громоотводом. Вся народная энергия, переходя на эти темы, уходила в свисток. В этом смысле либералы, если у них достаточно ума и совести, не должны подыгрывать националистам, которые просто зарабатывают на этой тематике, и позволять им уничтожать ту уникальную, наконец-то появившуюся энергию гражданского движения в России, которая сейчас появилась. Это Александр Гнездилов. Иван, я прошу вас очень коротко сейчас ответить. Я хочу послушать мнение радиослушателей, их почитать. Письма 65 10 99 6 и код москвы 495.финам.фм. Средства коммуникации. На сайте идет прямая веб-трансляция. Вас обвинили по меньшей мере в демагогии. Давайте так, значит, я... Коротко, я понимаю, что сложно, но... Я коротко отвечу, Александр, ты сказал, что примат личности, в общем, он для тебя является главным. Я выразил свою личную позицию, ты меня тут же обвинил, почему я присвоил себе право от имени. Вы говорили о русском народе. Я сказал, я в данном случае представитель русского народа, я свою позицию озвучил. Вот. Будьте последовательным вольтерианцем, вольтерианцем, это вам противно, но на мое право его высказать. Отдайте свою жизнь для начала. Второе. Мы же с вами прекрасно понимаем, что невидимые торфяники вековых межнациональных отношений с их садским глубинным жаром горят под нашими ногами. Ни больше, ни меньше. Все именно так. Мы туда провалимся или нет? Не сработала спичка Буданова. Затерли на солдатских затылках выбритую надпись «Кавказ». А в следующий раз может не потухнуть. Поэтому я возвращаюсь только к одной простой очевидной вещи, в чем мы с вами абсолютно сходимся. Если мы ответственные, умные, дальновидные люди, и мы говорим о том, что источник всех наших бед неэффективное государство, то давайте те люди, которые не понимают, что причина их бед не человек другой национальности, а система, политическая система, установившаяся в России последние 12 лет, вот главная причина. Давайте до этих людей, зачастую малообразованных, людей так или иначе обделенных, доносить эту главную мысль. И я вас призываю делать это. Тогда нас ждет успех. Если вы высокомерно от этих людей отвернетесь, то мы, к сожалению, можем потерять страну. Полностью с вами согласен. Это Иван Стариков, Александр Гнездилов. Реальное время на Финам.фм. Ваши реплики и письма на 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495 и финам.фм. Господа, я обращаюсь к Ивану, к Александру. Если будете комментировать телефонные звонки или письма, лаконично это делать, потому что время наше весьма и весьма ограничено. Вопрос не будете ставить? Да, вот, ну давайте. Если русский вопрос, вот можно? Ну давайте, смотрите, у нас всего три с половиной минуты. Дамы и господа, достаньте, пожалуйста, свои мобильные телефоны. Короткий вопрос, короткие ваши ответы. Да, нет, да. Есть ли в России русский вопрос? Вот такой вот, уж простите за тавтологию вопрос. Если есть русский вопрос в России, то на 55.33, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. 55.33 смс-сообщение с буквой А. В России есть русский вопрос. Как специфическое ущемление прав русских. А, это Александр Гнездилов дополнение. Все-таки ущемление прав русских. 55.33 смс-сообщение с буквой А. У нас крайне, точнее у вас, уважаемые слушатели Финапфа, практически нет времени. И тем не менее, я вас прошу это сделать, проголосовать. Сейчас 19.57, еще полторы минуты буквально. В России есть русский вопрос. 55.33 смс-сообщение с буквой А. В России нет русского вопроса. 55.33 смс-сообщение с буквой Б. Голосование идет, пожалуйста, примите в нем участие. Ваши звонки, ну, надеюсь, пару-тройку звонков мы сейчас успеем принять. 65.10.99.6. Вечер добрый, вы в эфире. Как вас зовут, Алим? Добрый день, Юрий. Добрый день, гости. Да, добрый. Да, Олег. Я хочу сказать коротко. Браво Гнездилову, Старику, абсолютный минус. И еще и потому, что полагаю, что в эфире не нужно вот это вот мой дорогой Саша и тщательнее. Понятно, спасибо. Дальше 65.10.99.6. Единственное, продолжается смс-голосование. Пожалуйста, примите в нем участие. В России есть русский вопрос. 55.33 смс-сообщение с буквой А. В России нет русского вопроса. 55.33 смс-сообщение с буквой Б. У нас нет времени. Точнее, у вас. Вот еще одна минута. Еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Вы знаете, я думаю, что... Как вас зовут? Подождите. Здравствуйте, меня зовут Иван. Да, Иван. Вопрос в том, что есть старая русская пословица, что в тяжелом монастырь со твоим уставом не лезут. Это вопрос интеграции тех людей, которые приезжают, например, в Москву или в Санкт-Петербург. Люди, которые приезжают, должны воспринимать те обычаи, которые существуют, у оседлого населения, а не пытаться привить этому населению какие-то свои обычаи. И без разницы, к какой национальности это относится, потому что в Москве живет очень много людей разных национальностей, но они привыкли жить несколько по-другому, в сравнении с тем же самым Кавказом. Пусть люди воспринимают то, к чему люди привыкли здесь. Не ходят в киджабах, не режут баранов у мечетей. К чему это все? Да, спасибо. Будете комментировать? Коротко. Мне кажется, очень важно, что сказал последний позвонивший, потому что есть частная жизнь, в которой каждый человек выбирает, как он живет. И есть некие общие правила совместного проживания, которые не связаны ни с национальными, ни с религиозными традициями. Это общие гражданские правила в публичной сфере. И нужно быть законопослушными, нужно платить налоги, нужно уважать других людей. Вот, собственно, все. Давайте, наверное, я еще раз, последний раз уже объявлю, идет СМС-голосование. В России есть русский вопрос 5533, СМС-сообщение с буквой А. А в России нет русского вопроса 5533, СМС-сообщение с буквой Б. Здесь в студии Иван Стариков и Александр Гнездилов. Вечер добрый. Алло, как вас зовут? Здравствуйте. Я Владимир. Как вас зовут? Владимир. Коротко. Из Москвы. Да. Вы знаете, я бы русский вопрос сразу говорю. Есть. Он был еще с 17-го года. Значит, 300 лет Романова держали. Российскую империю. Ладно, хрен с ним, с Советским Союзом. Все равно была империя. Но вот пришли вот такие вот демагоги. Именно он демагог. Кто он? Кто из гостей? Извиняйте, Александр Гнездилов. Да. Да. Вот это демагог. Понимаете? А не демагогия в чем? А не демагогия в том, что если есть империя, она не задумывается вопросом, как держать вот эти народы Кавказа и прочее. Она просто их держит. Понимаете? Пускай штыками, пускай штыками. Но они не приезжали никогда в Москву и не резали баранов. Да. Никогда у могилы неизвестного солдата не ездили на джипах. Владимир, я прошу прощения. Я вас вынужден был отключить. Не потому, что не хотел вам до конца, чтобы вы свой спич завершили. Просто у нас нет времени. Очень короткий комментарий, Иван. Вот на этот именно звонок. Очень коротко. Я очень коротко. На прошедших 4 декабря выборы Государственной Думы Единая Россия из 30 с небольшим миллионов голосов почти 5 миллионов 20 процентов набрала мусульманских республик. Если бы этого не было, был бы крах этой партии. Я думаю, это не осталось незамеченным большинством. Когда будущее страны определили люди, которые исповедуют, в том числе и ислам. Вы знаете, там 99 процентов и так далее. Поэтому это еще один пример отвратительной политики суверенной управляемой демократии в России. Которая разжигает огонь национального пожара. Александр Гнездилов. Все империи, о которых говорилось, развалились. Нам нужно сделать так, чтобы наша страна сейчас не развалилась. Результат выборов на Кавказе, результат тотальной фальсификации. И та же акция в Ингушетии в 2007 году, я не голосовал, когда десятки тысяч людей заявили, что вся эта 99 процентов явка ложь. Это яркое доказательство. Там всем нужно сделать так, чтобы государство стало демократическим. Тогда не будет проблемы ни с мусульманскими республиками, ни с любыми другими республиками в России. Это Александр Гнездилов. И итоги СМС-голосования. 73 процента слушателей Финам.ФМ считают, что русский вопрос есть в России. 27 процентов считают, что такового нет. Это реальное время на Финам.ФМ. Более новое время на Финам.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.ФМ.Ф.